Итак, в данном историческом видеоролике я бы хотел затронуть японский кризис 1990 года, затронуть его первопричин, затронуть его макроэкономическую часть, затронуть что стало спусковым крючком для данного японского кризиса и какой выход из ситуации страна получила спустя 30 лет. Почему я затрагиваю данную тему? Потому что многие участники рынка пытаются интерпретировать те проблемки есть в Китае на истории Японии. На самом деле есть определенный подноготный момент, какие необходимо учитывать, но есть и определенные противоречия в области сравнения двух этих государств и их историй. Начну, пожалуй, с того, что Япония пережила не только атомную бомбардировку, которая произошла за 18 лет до взрыва финансовой бомбы, которая повлияла в дальнейшем на всю мировую глобализацию, которая в свою очередь подкосила японскую экономику и на два десятилетия выключила Японию из гонки за мировое лидерство и превосходство. В последние дни декабря 1989 года вряд ли кто-то из японских и международных инвесторов мог предположить, что десятилетие фондового чуда на японских островах подходит к своему концу, доживает свои последние дни. В 80-е годы прошлого века курсовая стоимость акций японской корпорации увеличилась на 20-30% в год, то есть надувался тот самый финансовый пузырь, который в дальнейшем Японии сдувало будущие 30 лет. На последней стадии роста, именно в период с 1986 по 1989 годы, стоимость национальных акций Японии выросла втрое. Это прекрасно наблюдается на фондовом индексе Nikkei Японии с 1984 по 1989 годы. Вертикальный рост. Без существенных коррекций. Это всегда проблема для львого фондового рынка. Без исключения. Соответственно, в Японии того времени были такие же настроения, какие были в Америке в 20-е годы. Да, наблюдались первые издержки в капиталистическом строе японского государства, которые потом вылились в такую тотальную дефляционную депрессию в японской экономике в 90-е, нулевые и также в 10-е годы. Но запомните одну простую вещь, что любой позитив, любая эйфория на рынке, оно черва-то всегда обвалом. Соответственно, Япония получила тот самый урок, на который наткнулась Америка в 30-е годы в рамках Великой Депрессии. О чем я делал даже отдельный видеоролик. Вы прекрасно помните, что Япония была передовым технологическим государством в 80-е годы. Соответственно, многие предметы быта в рамках Советского Союза были поставлены именно из Японии. Видеокассетники, аудиоприборы и прочее в этом духе. У меня, к слову говоря, по сей день стоит такая большая аудиоаппаратура японская Sony, которая по сей день ловит иранские радиопередачи, английские радиопередачи, народные радио Китая, японские, корейские, даже американские. То есть приходится настраиваться на другие частоты. И с шумами, и с определенными подавлениями, но в международной радиостанции этот аппарат ловит. И, кстати говоря, спустя 31 год он все еще работает, работоспособный. Спустя более чем четверть века. Качество налицо. По факту говоря, в 1989 году суммарная капитализация японской компании была в 6 раз выше, чем в 1980 году. И в 17 раз выше, чем в 1970 году. А всего за 1949-1989 годы курс акций, имеющий котировку в первой секции токийской фондовой биржи, вырос в 200 раз. И для сравнения, самый представительный индекс американской компании S&P 500 за тот же период времени увеличился лишь в 20 раз. Отношение цены акций к прибыли, определенной в Японии, неуклонно превышало и достигало в 1989 году 71 пункт. В целом по всем китайским акциям первой секции и почти 250 у отдельно взятых компаний. То есть пузырь финансов был абсолютно на лицо. И по абсолютным размерам капитализация Японии заметно опередила США и заняла первое место в мире около 40% мировой капитализации рынка. Но все мы знаем такую цитату, что деревья не растут до небес. И уже в первые биржевые дни января 1990 года японские акции начали сыпаться. Начался процесс сдувания так называемого финансового пузыря. И спустя 10 месяцев за ними последовали цены на землю и недвижимость. И в течение первого же года падения рынка сдувшейся пузырь, акционерный капитал потерял 38% своей стоимости. Разоряя инвесторов и ставя на грань банкротства сотни финансовых институтов, выдавших ранние кредиты под обеспечение фондовых активов. И в 1990 году 5 крупнейших банков мира из 10 были японскими, а сейчас только один. Все остальные банки сгинули в историю. Японские банки оказались стянутыми в финансовые спекуляции. Более четверти всех выданных ими с 1984 по 1990 год кредитов было предоставлено фирмам, занимающимся операциями с недвижимостью. А в 1991 году выданные этим фирмам суды банковские, то есть кредитования, достигли трех четверти портфеля кредитов промышленным компаниям. То есть, чубите, какой накал, какой здесь был тотальный гигантский пузырь, который рано или поздно все равно бы сдулся. И к 1999 году размер только официально признак плохих кредитов японских банков стал астрономическим в 1 триллион долларов. Или порядка 30% от валового внутреннего продукта государства японского. Около трети этой суммы добавили кредиты, которые были выданы заемщикам из Юго-Восточной Азии и перестали обслуживаться с 1997 по 1998 годы. Ну и потом уже в нулевые годы также этот финансовый пузырь сдувался, сдувался, еще раз сдувался. Так называемый финансовый смерч был по всей территории Японской империи. Обеспечением большинства таких долгов служили закладные на земельные участки, цена которых в конце 90-х была втрое ниже, чем на пике пузыря цен активов в конце 80-х. И, соответственно, рыночная реализация залогов была чревата для банков гигантскими убытками. По факту говоря, Япония входит в число исторических рекордсменов по глубине падения цен на акции. Индекс голубых фишек японского рынка, который входит в Nikkei 225 после второй волны охлаждения биржевой конъюнктуры, которая началась в 2000 году, весной 2003 года, опустился до уровня начала 80-х годов. И был примерно в 5 раз ниже максимально достигнутого уровня в годы бума Heisei в декабре 89-го года. Heisei Boom, так именуют японцы, свой пузырь, финансовый пузырь на рынке. И даже сегодня, уже 21 год спустя, индекс Nikkei все как болтался, так и болтается на уровнях 91-го года. То есть, видите, даже ценовой перехай цена так и не совершила. То есть, представьте себе, падение с 90-го года дали L-образные восстановления в будущие 22 года. И только лишь аккуратное восстановление мы начали замечать с 12-го года постепенно. Да, возможно, Nikkei дойдет до уровней максимумов 89-го, 90-го года, может быть, лет через 5-6. Опять же, если финансовая конъюнктура в мире, именно мировой текущий фондовый пузырь, который находится в Америке, не начнет процесс его сдувания. Если будет сдуваться американский пузырь, поверьте, будет падать вообще все. И в том числе вновь впадет Япония. Важно помнить то, что японское государство это абсолютно рыночный механизм. Там государство, но по факту контролирует лишь отдельно взятые области экономики. Это вам не Китай, который контролирует вообще все, которому все абсолютно подконтрольно, который регулирует от и до. В лице Центрального комитета Коммунистической партии Китая, в лице самого Си Цзиньпина. То есть в Китайской Народной Республике рынок относителен, в Японии рынок абсолютен. Капитализм такой в Японии. Соответственно, с фондовой катастрофы подобной тяжести и продолжительности может посоперничать лишь динамика американских акций в годы Великой Депрессии. То есть, повторюсь, Япония повторила тот сценарий, который изначально был описан в рамках Великой Депрессии в США в 30-40-е годы. Понятно, что финансовая катастрофа подобных масштабов не могла произойти изолированно лишь в одном государстве, не задев реальный сектор хозяйства своего государства и других стран, соседних или уже иных западных государств. Но в середине 91-го года, через 18 месяцев после начала оглушительного слопывания пузыря на фондовом рынке, Япония вступила в полосу тяжелой рецессии. Первоначально все ожидали обычного циклического спада. Никто в стране на самом деле и за пределами не мог предположить, что страна, то есть Японская империя, четыре десятилетия подряд поражавший мир небывалыми темпами роста, небывалыми инвестициями американцев и европейцев в японскую экономику, технологическими новинками, экспансией капитала, окажется ввернутой в мучительную многолетнюю полосу стагнации экономической, входом в существенную рецессию. И эта существенная рецессия потом переросла в Великую Депрессию, только в рамках японской экономики. И неуправляемое сдутие пузыря активов вызвало паралич всей финансовой системы Японии, что самым негативным образом отразилось и на экономике этого государства, и прежде всего на компании, которые были ориентированы на внутренний рынок и лишенных доступа на международном рынке кредитования, то есть рынке облигаций и рынке капитала, то есть рынка акций. И за десятилетия в рамках кризиса, то есть с 90 по 2000 год, японская экономика буквально рухнула, это очевидно. Соответственно, за десятилетия до минувших, то есть до будущих кризисных событий, японская экономика выросла на 48%. Понимаете, какой спад экономический? Гигантский, это дыра. То есть среднегодовой рост порядка был 4%. Максимальный темп был 7%, который был достигнут в 88 году. И тогда, как посткризисная декада дала прирост лишь в 12%, то есть 1,1% в среднем за год, это примерно в три раза ниже, чем за тот же период у США. И в два раза ниже, чем в странах Европейского Союза. На тот момент не было ЕС, было Европейское экономическое сообщество. Предшественник будущему Европейскому Союзу в рамках Единой Конфедерации. И, соответственно, четырехкратное падение темпов. Недаром за десятилетия 90-х годов Япония прочно закрепила ярлык потерянное. Десятилетия. Вот даже если сравнить российскую проблему 90-х годов, когда в 92-м году мы все встречали Новый год не в рамках единого союзного государства, не в рамках Союза Советских Социалистических Республик, а в рамках Содруженезависимых Государств, в рамках бывших советских 15-ти республик. Но эти 15-ти республик уже стали суверенными, независимыми. У нас тоже было с вами потеряно десятилетие. С 92-го по факту по 2001-й год. Лихие 90-е, гиперинфляция, несколько раз был крах российской экономики. И по факту только одна компания держала российскую экономику в одном крае от дефолта, тотального. Это был Газпром. По факту Газпром и помог российской экономике в 90-е годы выйти. Да, с большими издержками, с большими проблемами. Но потом государство российское начало постепенно восстанавливаться. В нулевые, потом в десятые годы. Благодаря, опять же, высоким ценам на нефть и на прочие виды иных сырьевых товаров. Соответственно, возвращаясь к Японии, кризис, который был там, для многих японцев, этот кризис имел вовсе не метафорический смысл, а реальный смысл, учитывая менталитет японского народа. В конце 90-х годов число, извините меня за такие подробности, самоубийств в стране превысило 300 тысяч человек в год. Свыше 800 человек в день. Вдвое превзойдя уровень начала 70-х годов. И значительная часть из них была связана с банкротствами работодателей или невозможностью рассчитаться с долгами. То есть, население отчаялось. Население было в депрессии. Долгов была тьма. И, соответственно, тяжесть этого японского синдрома в 90-е годы была предопределена как особенностями национально-экономической системы, так и мощностью самого бума второй половины 80-х. Именно колоссальный перегрев рынков, земли, недвижимости и рынка акций задал глубину последующего падения. Повторюсь еще раз. Основные бенефициары вложения в японский пузырь и бенефициары европейское экономическое сообщество, будущий Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Великобритания. Это те самые западные страны, которые инвестировали в Японию. И, соответственно, они и раздували пузырь японский. И, соответственно, не стоит забывать, что в 80-е годы прошлого, 20-го века именно Япония воспринималась и действительно была реальным, а не потенциальным, как сейчас Китай. То есть, конкурентом для США. В гонке за мировое экономическое лидерство. И более того, Америка не только хотела ослабить Японию, но и имела для этого достаточно возможностей. После проведенной в 86-м году кардинальной либерализации финансового сектора страны, он стал неотъемлемой частью интегрированного в международного капитала, международного рынка капитала и валют. А значит, вынужден был играть по принятым на этих рынках правилам. Американцы диктовали свои условия. И Япония стала подстраиваться под эти условия. Соответственно, вы прекрасно понимаете, что и американская экономика в 80-е годы тоже находилась в пучине бывшего стагфляционного кризиса. Если говорить откровенно, то давайте говорить вот как есть. Просто давайте говорить на чистоту. Если бы не распад Советского Союза, поверьте, сейчас бы не было той экономической системы, какая есть в Америке и в Японии. Если бы Советский Союз сохранился в тех рамках, в тех масштабах, в рамках той самой экономики, в какой она была до 91-го года, были бы даже если реформы, конкретные тотальные реформы и открытие рынков для советских граждан. То есть, чтобы коммерция внедрялась не на пустых словах, как это было в 91-м году, когда советская власть говорила, что занимаетесь коммерцией, занимаетесь бизнесом, но в Уголовном кодексе была написана статья о спекуляциях. То есть, бизнесы в то время были спекуляциями. И вас могли повязать товарищи-полицаи. Двуличие, видите, какое оно было раньше? Но если бы все эти экономические, политические, социальные, фундаментальные реформы прошлись бы по всему государству, и если бы государство советское сохранилось по сей день, то сейчас нынешняя капиталистическая, по факту говоря, японская экономика и американская экономика они бы вынуждены были подстраиваться под другие стандарты жизни. Это надо учитывать, потому что именно развал Советского Союза, развал советской власти, развал всего советского государства по факту и дал новые рынки сбыта этим экономикам. Японии, Европе, Америке. И они начали уже постепенно из своих кризисов постепенно, понемногу, по чуть-чуть довыбираться, выкарабкиваться. То есть, бизнес начал расцветать в этих странах. Звучит максимально неприятно. Мне просто до чертиков это не хотелось произносить. Но я вынужден был это озвучить. Потому что все так оно по существу и есть. Соответственно, важно помнить то, что достигнутые в Нью-Йоркском отеле Плаза соглашения в сентябре 1985 года пятерка крупнейших финансовых держав, то есть США, Япония, Германия, Англия и Франция, оказались ключевыми для надувания японского фондового пузыря. К этому моменту американцы явно не справлялись в одиночку с сильно переоцененными результатами рейгономики в рамках рейганского президентства и были вынуждены подключать корректировки международных курсов в соотношении своих конкурентов-союзников. И путем согласованных интервенций Центробанка в стран участие в соглашении доллара США был агрессивно девальвирован относительно валют этих стран. В частности, курс японской иены к доллару вырос за два с небольшим года почти на 50%, с 220 до 124 иен за доллар. И казалось бы, по простой логике, чтобы револьвировать валюту, надо было поддерживать интервенции повышением процентных ставок в рамках ужесточения денежно-кредитной политики, увеличив этим самым привлекательность иеновых активов, то есть государственных облигаций, японская империя. Но, однако, внутренняя экономическая ситуация, похоже, не позволяла Банку Японии это сделать, так и смотришь на истории, понимая, что были определенные моменты, на которые Центральный банк Японии не мог пойти, не мог пойти на резкую смену денежно-кредитной политики. И в марте 1986 года вниз пошла инфляция. Не в последнюю очередь, вследствие всей той же самой стремительно дорожающей иены. И в июле она же провалилась, инфляция ниже нуля, ознаменовав первый этап входа японской экономики в дефляционную спираль. И это та самая ахиллесовая пята японской империи. На тот момент времени и по сегодняшний день. На самом деле рядовые граждане не учитывают, и по большей части не стараются понимать, что у себя представляет инфляция, дефляция, стагфляция. Но я вам напоминаю еще раз, что дефляция это самое страшное, что может произойти в экономике капиталистического государства. И предшественники дефляции, это как раз снижение инфляции ниже нуля. И если дефляция будет находиться на этом уровне, там минус один, минус два, хоть минус пять процентов, там квартал два, три, четыре, запомните одно, крах рынков неизбежен, крах долговых рынков неизбежен, крах рынка акций неизбежен. Все участники рынка, население будут и дальше экономить деньги, потому что будут в цене дешеветь товары. Народное употребление, будь это сырьевые товары, не играет роль, и они будут все пытаться халявнее и выгоднее, закупать эти же товары по более низким и в дальнейшем уменьшающимся ценам. И в Японии такая проблема была три десятилетия. Вот это надо учитывать. В этой ситуации держать или повышать ключевую ставку было, судя по всему, невозможно. Тогда угнетающее воздействие, быстро дорожающие иены, надолжился бы эффект высоких реальных процентов ставок. И Банк Японии, он же центральный банк, энергично снизил ставку вдвое с 5% до 2,5% в период с января 1986 года по февраль 1987 года, чтобы хоть как-то компенсировать револьвацию иены. Но, внимание, именно такое необычное сочетание кредитной политики в рамках дорожающей валюты и определило феноменальный экспорт японских капиталов, торможение роста товарного экспорта и импульс к надуванию пузыря на фондовом рынке Японии. При этом сокращение профицита Японии к торговле США, на что делался расчет, не произошло. И, соответственно, к середине 1989 года резкий рост, галлопирующий рост фондовых бирж и цен на землю, когда уже был пузырь на рынке недвижимости, гигантский пузырь, пузырь на рынке, на земельном рынке, то есть на участке и прочее, уже вызвал серьезную озабоченность японской власти. Император об этом говорил, центральный банк об этом говорил, премьер-министр об этом, об этом все говорили. Это всех напрягало. Рейтинг власти тоже начал падать в лице рядовых японцев. А мы с вами знаем одну простую вещь, что эпоха монархии в 20 веке и уже в 21 веке подходила и будет подходить к своему концу. То есть республиканская власть будет свои бразды правления, свои руки брать в ряде даже текущих монархических государств. Вот. И, соответственно, чтобы удержаться на кресле власти, именно центральная японская власть начала предпринимать определенные шаги для того, чтобы обеспечить комфортное существование японского населения. И они решили действовать, как станет очевидно впоследствии, излишне решительно. С мая 89-го года по август 90-го года ставка Банка Японии была резко повышена с 2,5% до 6% в годовом акваринде, что было явно избыточной реакции, если примать во внимание уровень инфляции только на товарно-сырьевых рынках. То есть, индекс потребительских цен устойчив в рост, но не превышал 4% годовых. И, внимание, также наметившиеся признаки торможения роста экономики Японии, то есть ВВП, вызывали некую озабоченность. Я думаю, вы понимаете, почему. И фактически под прицел денежных властей попал уже сам пузырь на рынке. Акции, облигаций, земельном рынке, недвижимость и прочее. Который с этого момента был уже обречен. На дальнейшее сдувание. И, внимание, этому пузырю не дали умереть. Не дали сдуться самому по себе спокойно. То есть, его начали уже до 90-го года постепенно, понемногу, по чуть начинать сдувать. Именно японская власть, японское государство. И если даже согласиться с тем, что бомбу за медленные действия под японские финансы сложили именно американцы, то взорвали и сами японцы. Без всякого вмешательства извне. И этот фактор надо понимать. Да, были инвестиции в японскую экономику. Да, был надув пузыря. Но рванула-то экономическая бомба Япония благодаря-то вот им японской власти монетарной и политической. Соответственно, цена нерешительности была высока. Это была большая проблема. И одна из наиболее популярных гипотез, объясняющая тяжесть кризиса в японской экономике в 90-е годы, связывает с ее недостаточной решительностью Банка Японии в смягчении денежно-кредитной политики в первой фазе рецессии. И действительно, последовательное снижение банком учетной ставки с июля 91-го по февраль 93-го года была снижена в 6 раз. Пардон, в 6 заходов. С 6 до 2,5% и фактически лишь следовали за снижающуюся инфляцию, тогда как уровень реальных процентов ставок держался на неизменном высоком уровне по тем меркам, да и по сегодняшнему в том числе, порядка 2% годовых до конца 95-го года, когда они наконец были опущены почти до нулевой отметки. И для сравнения политика Федеральной резервной системы США по купированию крейсов доткомов в 2001 году была куда более решительной. Учетная ставка в реальном выражении была снижена практически до нуля уже к концу кризисного года. И впрочем, решительность американцев была подликтована не в последнюю очередь горьким уроком Японии 90-х годов. Но, казалось бы, не оставляющие места для алиби обвинений есть, но есть и слабое место в этом вопросе. Дело в том, что он оперирует реальными ставками экспост, то есть рассчитанными исходя из фактической инфляции по периодам. Следующее для измерения определенных моментов, эпизодичных моментов японской экономики. И очевидно, что реальные ставки экспост не более, хоть, да и не менее на самом деле, чем плод кабинетных расчетов экономистов, пытающихся дать оценку в ретроспективе. В реальной жизни субъекты хозяйства принимают решения о сбережениях, кредитах, займах, инвестициях, дефлируя текущие номинальные ставки уровнем ожидаемой инфляции, то есть ориентируясь на ставки экс-анте. И если превалирующее в данный момент инфляционное ожидание занижает ее фактически будущую величину, то ставки большинство хозяйственных акторов, включая денежную власть, то есть монетарную власть, центральный банк, грядущей дезинфляции не ожидают, то реальные имплицентные ставки, определяющие поведение игроков на рынке, на биржевых рынках, должны быть ниже уровня задаваемого фактичным уровнем инфляции. Именно так по представительным консенсусу прогнозам было в Японии в период с начала 91-го вплоть до сентября 93-го года. Таким образом, однозначно принять гипотезу избыточной жесткой ДКП денежекретной политики Банка Японии в первые три года рецессии не предоставлялось возможным. Да и впрочем, в оглашении этого момента вряд ли когда будет поставлена точка, завершающий аккорд. Дискуссия о том, была ли денежная политика США в 30-е годы прошлого века слишком жесткой либо слишком мягкой не имеет никакого восклицания даже потенциала для дальнейшего обсуждения, но все-таки мы ведь накладываем великую депрессию на ту депрессию в японской экономике, последние четверть века. Соответственно, определенная реальность мы, конечно, видим в этом плане, но она не абсолютная. Она со своими национальными особенностями. То есть обвинители указывают на высокие реальные процентные ставки, по которым компании-заемщики были не в состоянии сколько-нибудь массово привлечь кредиты. Защитники ФРС в Центральном Банке США связывают денежное сжатие с резким падением спроса на кредиты страны, как компаний, так и банков и безотносительной динамикой цены на деньги. И куда менее объяснима нерешительность Банка Японии, прервавшего снижение своей базовой ставки на долгие 18 месяцев с октября 1993 по марр 1995 года. В фоне, я бы сказал, резкого снижения и инфляции, да и, наверное, все-таки инфляционных ожиданий, опять же, исходя из истории, сильным именно дезинфляционным фактором стала энергичная револьвация, то есть укрепление иены по отношению к доллару, достигшая апогея, то есть точки невозврата весной 1995 года и которая привела уже к решению стран Большой Семьер, то есть G7, согласованно снизить курс иены. И параллельно Банк Японии развернул массированную накачку проблемных банков деньгами, но давай очередной пузы на рынок Юго-Восточной Азии и Российской Федерации, валюты которой были привязаны к доллару США. То есть понимаете, в чем прикол? Кризис, азиатский кризис 1994 года, это что такое? Это последствия японской монетарной власти, потому что важно помнить то, что если сейчас Китай, это азиатский тигр, вот сейчас, в текущее парадигмное время, то Япония азиатским тигром была в конце середины 20-го по конец 20-го века. На смену ее пришла Япония и соответственно вся эта денежно-кредитная особенность именно политики, монетарных политиков Центрального банка Японии, она и привела по факту к азиатскому кризису 1994 года. То есть кризис взялся не из-за воздуха, кризис взялся из-за по факту нерешительности японской монетарной власти предпринять те или иные действия. Этот эпизод с гораздо большей уверенностью можно трактовать как пример неоправданной жесткости кредитной политики и соответственно Банка Японии, который повлиял на дальнейшее снижение экономической активности и когда уже ко сне 95-го года ставка Банка Японии была наконец опущена до 0,5% в годовом коваренте было уже поздно. Все, это конец. Это ознаменовалось началом формальной дефляционной спирали, дефляции. И процентная ставка Банка Японии оказалась на да по факту на 20-25 лет по факту выключена из арсенала средств регулирования экономики. То есть экономика попала в классическую ловушку ликвидности при учетной ставке, которая была близка к нулю и дефляция влечет за собой повторяясь увеличение реального процента, но при этом дальнейшее снижение номинальной ставки уже невозможно, что приводит к резкому дестимулированию инвестиций. То есть деньги уходят с рынков. Это крах рынка, это крах экономики, это депрессия экономическая. И конечно опять же сказался психологический фактор в этом вопросе. Первые несколько лет после слопывания пузыря серьезность происходящих в экономике процессов недооценивалась. Так, баклуши били. И правительство, и банкиры, и предприниматели ожидали быстрого восстановления фондового мать его рынка и возобновления мать его циклического роста в ВВП. Вот приведу одну цитату, который признался один, я бы так назвал хомикадзе того времени. Эйсуки это не мат, это его имя Сака Кибара. Цитирую. Масштаб кризиса мы в правительстве тогда адекватно не осознавали. Это хомикадзе, который был напрямую входящий в кабинет ну скажем так министров того времени. Это был экс-заместитель министр финансов Японии по международным делам и за свой авторитет среди банкиров и на валютном рынке получивший призвание мистер Йенна. Поэтому вероятно корректнее было бы сказать, что степень смягчения денежек кредитной политики в начале 90-х была адекватна обычной циклической рецессии, но явно недоучитывала эффект лопнувшего пузыря активов и тяжесть ситуации, в которой оказался финансовый сектор японского государства. Зато принесли свои плоды принятые правительством меры прямого бюджетного стимулирования экономики и во втором полугодии уже 95-го года наметилось оживление хозяйства, то есть начали расти кредиты и инвестиции в основной капитал. А по итогам 96-го года ВВП валовнутренний продукт Японской империи вырос на впечатляюще 5-е то есть невиданность 90-го года. Максимум среди стран большой семерки. Но опять же опять же внимание есть и обратная сторона медали. Как вы видите на этой картинке а вот обратной стороной медали стал гигантский дефицит казны который превысил к концу 90-х годов отметку 10% валового внутреннего продукта. А с 2000-го года по стоимости находящейся в обращении правительственных облигаций Япония опередила США. А по состоянию государственного долга ИВП 173% в 2005-м году это показатель по сей день японского кредитного пузыря продолжает расти и она заняла первое место среди промышленно развитых стран. Поэтому небольшое примечание вот вся та долговая масса вся та долговая бомба которая копится по сей день она одна же будет взорвана как она будет взорвана нерешительной политикой западных центральных банков это будет ЕЦБ это будет судя по всему ФРС они гегемоны в мире сейчас я не говорю что кредитный пузырь прямо сейчас лопнет нет но долгового кризиса на мой личный субъективный макроэкономический взгляд планете не избежать это будет кризис капитализма новая великая депрессия и продолжая тему Японии хочу отметить то что однако увеличение налогов весной 97 года и отмена льгот по подоходам налогообложению увеличение ставки налога на потребление с 3 до 5 и последующей летом осенью того же года кризис Юго-Восточной Азии похоронили шансы на устойчивое оживление японского хозяйства то есть темпы роста вала внутренних продуктов Японии упали до полутора процентов в 97 году это и понятно то есть под ударом оказались важнейшие локомотивы хозяйства внутренний потребительский спрос и экспорт и по итогам 98 года экономика ушла в самый лютый минус ВВП сократился на 2,5 процента ВВП упал на 2 сука с половиной процента это позор это крах это просто обнуление штанов так называемое и тяжесть кризиса в финансовой системе достигла апоги только в 97 году когда обанкротился 10 по размеру банк страны Хоккайдо Токашоку банк японский и легендарная четвертая по размеру активов под японским управлением брокерская компания Ямаичи секьюритис и показатель что в тот момент финансы власти и демонстративно именно демонстративно они отказались спасать эти институты и как заявил тогдашний министр финансов Японии Хироси Муцузука стабильность именно японских финансовых институтов зависит от способности компании самостоятельно решать свои проблемы но вот черт возьми вот смотрите вот некоторые сейчас говорят что проблема Китая это как проблема Японии в 80-х но вот вам главный факт того что сделала японская власть по отношению к своему бизнесу к финансовому сектору к банкингу они их кинули сделала подобная китайская власть в адрес своих компаний кинут ли они их это просто маловероятно понимаете проблема идеологии проблема в том что японская экономика это командно административная экономика как пример в Российской Федерации вы верите в крах Газпрома вы верите в крах Сбербанка вы верите в крах ВТБ вы верите в крах Роснефть вы верите в то что государство просто скажет не знаю в компании Газпромнефть государственной компании что вот вы там товарищ Дюков проблемы сами наши самих решайте вы думаете что такое государство скажет в рамках командно-административной, по факту, еще советской экономики, не скажет. И вот то же самое в Китае. Поэтому небольшое примечание. Не думайте, что Китай поет по сценарию Японии. Не будет такого. Там другой совершенно сценарий будет в Китае, но не как в Японии. Даже учитывая те долговые проблемы, какие в Китае накопились. И, соответственно, громкие банкротства 1997 года привели Японскую империю, то есть Японскую экономику, Японское государство к новой волне нового кризиса. Снижение цен было акций на японские финансовые институты. То есть банкам для получения кредитов на заурежных рынках пришлось увеличивать процентную, сука, ставку. Это разница в диапазоне 20-80 базисных пунктов. Это немало. Это, блин, много. И прозванная японской премией держалась на протяжении 1997-1998 годов. И первый сравнительно, скажем так, наверное, непродолжительный эпизод появления на рынке капитала стойкой премии на японские активы был зафиксирован еще в очень 1995-го года. Несмотря на оживление экономики, выяснилось, что проблема неработающих банковских активов не только не рассасывается, но и усугубляется. То есть, вот я вам просто говорю, сценарий японской депрессии был по сценарию американской депрессии в 30-х годов. Один в один. Вот один в один. Почему? Понимаете, чтобы миновать такие острые углы финансовой депрессии, должна власть вмешиваться в экономику, государству. Они не должны кидать, они не должны идти параллельно бизнесу, параллельно экономике. Нет. Именно власть обязана вмешиваться в дела бизнеса, должна регулировать те или иные последствия. Я понимаю, что это может оказываться негативно на ходе торгов ценными бумагами на эти компании, в которые вмешиваются власть. Но это необходимость регулирования бизнеса. Это надо понимать. Поэтому, когда вы хаяете китайские бумаги, запомните одно. То, что сейчас делает власть китайская, в дальнейшем аукнется неплохим плюсом для китайских компаний. Вот это запомните раз и навсегда. Это была необходимость. Они просто в не свое время начали это регулировать, вот эту систему баланса бизнеса и участие государства в этом бизнесе. Не в свое время, после ковида начали. Но в какое время начали, в такое время начали. Как говорится, уже все заканчивается. Затем я бы хотел перейти на фактор уже восстановления Японии, как этот япончик, который подтягивается на турникете. Восстановление было, мама дорогая, мучительным. Соответственно, в начале 98 года именно ошибочность фискально-денежного зажима была очевидной. То есть выяснилось, что даже крупнейшие японские банки не смогут обойтись без государственной поддержки. И в результате финансовая политика власти изменилась на 180 градусов. То есть финансовая политика с головы встала снова на ноги. Были увеличены государственные инвестиции, предприняты шаги по снижению налогов. Парламент принес закон о выделении 30 триллионов иен, то есть 215 миллиардов долларов, по тогдашнему курсу. На поддержку банков. И в ноябре 98 года парламент удвоил цифру финансовой поддержки банков, доведя ее до 12% от валового внутреннего продукта. И соответственно, для контроля над процессом реструктуризации в банковском секторе был создан комитет по возрождению финансового сектора, который именовался как КФС. И почти все японские банки воспользовались государственной помощью. Это были те самые инъекции, какие надо было вводить еще тогда, когда они пытались сдувать пузырь. Когда они были нерешительно настроены японцам в адрес своей денежной кредитной политики. И по факту, повторюсь, эти инъекции, это были инъекции, грубо назовем так, это был допинг в экономику, неизбежный, то, что должно было приниматься заранее. И это были инъекции по факту в капитал, путем покупки государственных привилегированных акций или облигаций с правом конвертации их в обычные акции, опять же, при несоблюдении банками требований по оздоровлению. Ну, опять же, если по истечении определенного периода от 3 месяцев до 7,5 лет для разных банков, они не решат свои проблемы на этом промежутке времени. И банкротства фактически недееспособных банков всячески избегали. Вместо этого, по инициативе и под контроль министерства финансов проводились слияния финансовых институтов с одновременным вливанием в их капитал госсредств. И японский банк досрочного кредита, я бы так его, наверное, назвал, а также японский кредитный банк были временно национализированы. И в сентябре уже 1999 года американская компания Ripple Wood Holdings получила разрешение от КФС на покупку банка досрочного кредита. Это был первый случай приобретения одного из ведущих банковских учреждений страны иностранной фирмой. То есть радикальная чистка банковского сектора была невозможна по политическим причинам. То есть банки были тесно переплетены с чиновниками Минфина, которые покрывали их практику нерыночных кредитов. Блат, самый настоящий Блат. И Министерство финансов Японии, то есть их чиновники, которые находились, они находились в связке с влиятельными депутатами, справившими либерально-демократической партией Японии, ЛДП, так называемая. Представлявшие интересы крупнейших несостоятельных заемщиков. То есть это строительные фирмы, сельхозкооперативы и прочее. И фактически действовала круговая порука между кредиторами и заемщиками, регуляторами и чиновниками, которые подпитывались перекрестным участием в капитале банков и компаний-заемщиков. И вы понимаете, в чем прикол? Неповоротливость японской финансовой системы определялась тем обстоятельством, что вплоть до середины 90-х годов роль законодательства в регулировании частного финансового сектора была крайне невелика. Значительная часть управления осуществлялась Министерством финансов в дискрепционном режиме путем, ну по факту, разовых индивидуальных решений, я назову это так. То есть, опять же, включая устные указания, вообще не имевшие никакого, сука, письменного подтверждения. А что значит устные показания? Это как Горбачеву НАТО пообещало, что границам Советского Союза подходить не будем. Но они близки уже к границам Российской Федерации. Понимаете, в чем прикол? Не было подписаний, потом, когда Горбачев сказал, типа, вы что сделали, зачем это делать, у нас же был договор, а ему сказали, Михаил Сергеевич, а бумажка-то где ваша? Без бумажки, Михаил Сергеевич, вы какашка. И то же самое тут, без бумажки вы говняшка. Это гипер какашка, но только говняшка. Это проблема. Учите римское право, это важно. Это основа всего правоведения в текущей исторической эпохе, я назову так. И, соответственно, такая система, вот такая, без письменного подтверждения, которая была в Японии, она порождала целую сеть неформальных связей и договоренностей чиновников министерства с частными компаниями и банками, которые, по факту, привели все это к кризису. На самом деле, тупо из-за, повторяюсь, человеческой тупорылости, то есть нерешительности, трусости, неумения брать на себя ответственность за свои же действия, когда это необходимо сделать. Это, как всегда, приводит к большим последствиям, то есть к кризисам абсолютным. И, соответственно, распространенной практикой в Японии того времени, кризисного времени, являлись золотые парашюты. То есть для основных сотрудников министерства финансов, которые назначались на ведущие посты в банках, им это, так сказать, прилагалось. То есть практиковались и встречные назначения частных банкиров на посты в министерстве финансов. То есть мощной оппозицией решительной реформе японского финансового сектора было влиятельное, ну, по факту, влиятельное министерство почты и телекоммуникаций, опасавшееся приватизации этого фактически крупнейшего в мире сберегательного института. И только сейчас, то есть по факту, сколько, 98-го года, 22 года спустя, 22 года спустя, японское правительство вплотную перешло к решению этой задачи. Вообще, они этот вопрос начали решать еще с 2017-го примерно года, да, ну, по сей день они решают. Я тоже этим просто наблюдаю, слежу, изучаю и понимаю, что до финиша, до финала, до абсолютного регулирования им еще далеко. Там еще через плеяду, скажем так, законопроектов им необходимо будет пройти. И в начале, внимание, 99-го года банк Японии принял ряд неценовых мер по расширению доступа банков к ликвидности. Несколько раз он прибегал к прямым рыночным покупкам государственных облигаций Японской империи и расширил перечень ценных бумаг. То есть принимаемых в обеспечение операций купли-продажи, оно называемое РИПО. И несмотря, опять же, на влияние, на вливание огромных сумм бюджетных денег в банковский сектор, полностью расчистить балансы банков от плохих кредитов, то есть от бреши плохих долговых банковских суд, не удалось очистить вообще. То есть, опять же, в чем проблема? А проблема в том, что в то время, как финансовый сектор пережил реструктуризацию, его ключевые контрагенты в реальном секторе японской экономики, прежде всего строительство и торговля, так и не провели реструктуризацию своей деятельности. И все это, опять же, в рамках рыночной системы, опять же, в рамках некомандно-административной экономики, какая в Китае, какая в других, неважно, советских странах или советских не играет роли. Это рынок был, понимаете, не было никакого регулирования, а в Китае это есть, понимаете, даже в Китае пузырь на фондовом рынке, пузырь на рынке не решился, начали сдувать вовремя, не дожидаясь его взрыва. И это правильно, это нормальное решение, это тот момент времени, когда государство, кабинет министров решили действовать, то есть взяв на себя, так сказать, на свои плечи ответственность за свое государство, за экономику, и начали сдувать пузыри. И это было в Китае сделано, опять же, повторяюсь, вовремя. Вот на мой личный взгляд, то есть сдувание того шамового пузыря на рынке, который мы сейчас наблюдаем в Китае, сдувается пузырь за счет проблематизации с компаниями, застройщиками. Доведет ли эта тема до кризиса, я сомневаюсь, потому что власть уже вмешивается, оперирует всеми этими событиями. То есть власть это как, скажем так, маркетмейкер, который управляет ценами. Поставщик ликвидности, так называемый. И вот власть китайская, то же сам поставщик ликвидности, такой маркетмейкер, он делает то, что выгодно ему. А что сейчас выгодно Китаю? Правильно, миновать острый угол дефляционной спирали. И они это сейчас очень грамотно делают. Это надо помнить. И таким образом, завершение оздоровления японского финансового сектора возможно только в результате оздоровления и, еще раз повторюсь, реструктуризации отраслей главных заемщиков. То есть в ходе такой реструктуризации не исключен еще один финансовый мини-кризис и новое вливание бюджетных средств. Это необходимо учитывать. Соответственно, уже подводя такие определенные итоги, история японского кризиса во многом история о том, как опасно переоценить силу экономики. Которая пережила надувание пузыря. Это, понимаете, такого острого угла, на который сейчас американцы сильно натыкаются, в который раз уже. В который раз. И даже отдельные неточечные шаги, недостаточно быстрая реакция на биржевой обвал и поспешное ужесточение денежных кредитной политики, непродуманное повышение налогов, отказ от поддержки финансовой сектора, не способны сломать, точнее, извиняюсь, способны сломать восстановление даже такой мощной экономики, как Япония. То, что произошло. И американцы идут сейчас по пути этого сценария. Не Китай, а Америка. По пути японского сценария. Повторяюсь. Не Китай идет, а Америка. Соединенные Штаты Америки. Вот они идут сейчас по пути этого сценария. Учитывайте это. Когда вы покупаете акции о пузыренах американских компаний. Думайте наперед, что будет дальше. Дальше будет в Америке дефляционная спираль. Когда наступит эпопея с долговым кризисом. А рано или поздно мы на это натнемся очень сильно. И очень будет больно. Берегите кэш. Соответственно, ее силы монетарной власти Японии оказались недостаточными. То есть, вывод хозяйства из столь масштабного структурного кризиса требует колоссальной осторожности и тщательного изучения микроэкономических фактов. Не макро, а микро. То есть, внутри государственных факторов, факторов предприятий, факторов секторов экономики и прочее. И принимать в посткризисный период решения, опираясь только на макроэкономические соображения, может оказаться роковым шагом по факту. Самонадеянностью высшего уровня. И требуется серьезный анализ состояния отрасли и корпораций, финансовых институтов. И, впрочем, опять же, вот опять же, говорите, если честно, не стоит переоценивать возможности монетарной власти Центрального банка, который управляет восстановлением экономики. От них требуется не абсолютно восстановление, а не требуется аккуратность этого восстановления. Понимаете? Аккуратность. Вот как, например, могу такой очень грубый пример привести. Крах Советского Союза, 91-й год. Спасали кого в первую очередь? КПСС. А надо было чего спасать? Страну спасать. Путем грамотных проведений реформ, демократизации советского государства. Понимаете? Вот в чем прикол-то. И то же самое было тут. Японская власть спасала не то, что надо было спасать в первую очередь. Спасать надо было экономику. А не сдувать, сука, пузырь. А они его начали сдувать. Самонадеянно это стало просто в высшей степени роковой ошибки. Именно японского центрального банка и японской власти в целом. И это окунуло Японию в пучину дефляции на будущее 30, мать его, лет. Как минимум до 2020 года. Сейчас там более или менее. Дефляция в Японии начинает устаканиваться. Фондовый индекс Нике начал постепенно расти, согласитесь. Экономика японская постепенно выходит из того кризиса, в который она вошла в 90-м году. Вот это надо помнить. И соответственно, в той ситуации, как у была еще экономика Япония, повторюсь, не было регулирования над бизнесом страны-государства. Понимаете? Об этом только власть японская, законодатель, начала решать вопрос в 98-м году. То есть через 8 лет после кризиса. Понимаете? 8 лет. Они сидели, ковыряли в жопе. И не решали проблемы. А за эти 8 лет и Российская Федерация на себя ощутила полный, тотальный трэш. Из-за азиатского кризиса. И другие страны Северной Евразии, Восточной Европы, Западной Европы и Южной Азии. За счет именно монетарной власти Японии. Потому что Япония в то время была азиатским тигром. Это сейчас Китай, азиатский тигр. А тогда была Япония. Еще раз повторяюсь. Япония. Внимание. Япония была азиатским тигром того времени. И важно также внимательно, опять же, смотрите, анализировать состояние внешней среды. То есть внешнеэкономической среды. То есть японцы многое потеряли из-за того, что были уверены. Будто бы внешние условия, в которых мощно росла японская экономика. Приливались капиталы иностранные на японский рынок. Не изменились бы. То есть так бы было вечно. Как говорится, бабло будет течь вечно. Нет. Везде есть начало, везде есть конец. А условия-то, повторяюсь, изменились. Конец настал. Конец настал, прими гастал. Что сложного? Сложности тут не должно быть. Должно быть понимание, трезвое понимание той ситуации, в которой сейчас находится рынок, страна, государство. Экономика государственная. Это важно. И еще раз. Условия изменились. И подъем 80-х годов был вызван, во-первых, спецификой экономической политики США. Но опять же, побочных факторов тоже было много, которые я в этом видео озвучил. Но, внимание, оба этих фактора в 90-е годы уже не действовали. Какие это были факторы? Специфическая экономическая политика США. Это во-первых. А во-вторых, до некоторой степени уникальное положение Японии, как поставщика промышл товаров в Штаты. Все. После 93-го года все. Это все ушло там. Далеко в историю. И по факту для Японии нужны были новые факторы вывода экономики из кризиса. То есть, вынос производства соседней страны, расширение сбыта в Азии, формирование действительно глобальных корпораций, со сложной логистической структурой и так далее и тому подобное. Вот это нужно было. Но, опять же, понимая проблемы того времени, проводя корреляцию с современностью, нельзя забывать, что современная глобальная экономика, то есть глобализация в значительной степени сформирована и продолжает функционировать только благодаря массированному экспорту тех же самых японских капиталов. Они крайне дешево. Кредиты в иенах дешевые, а обеспечение колоссальной мощностью японской промышленности в текущем периоде времени, я имею в виду, остается одним из, по факту, основных источников ликвидности для мировой финансовой системы. И не случайно в международной рынке лихорадят всякий раз, когда японцы намереваются повысить ставки. То есть, это на ходе торгов иен и доллар, то есть, иены и доллар, это очевидно, видно очень сильно. Но, с другой стороны, важно помнить, что за последний четверть века японский экспорт капитала, он структурно изменился, по факту. То есть, он более диверсицирован стал, диверсификация поштотальная, а институты значительно более сильны, сильны, то есть, и имеют глобальную полную структуру, то есть, в рамках глобализации. И со времен, когда японские капиталы вкладывались в покупку земли и облигаций в США, а также, извините меня, в картины Ван Гога, блядь, очень многое изменилось, очень многое изменилось. Они прошли через путь великой депрессии, японцы. И поэтому, вот этот опыт, депрессия американской, депрессия японской, надо учитывать. Ну и в который раз повторюсь, что сейчас не Китай идет по пути Японии, сейчас Америка идет по пути Японии, Соединенные Штаты Америки. Поэтому я и говорю, что командно-административная экономика, это экономика, наверное, будущего все-таки. Давайте говорить откровенно, потому что государство должно регулировать те или иные взаимоотношения бизнеса с государством, должны регулировать те или иные проблемы в экономике, кризисные острые углы, рецессии, инфляционные спирали, стагфляции, инфляции, дефляции и прочее. Вот этим должно заниматься государство, и оно этим занимается в рамках командно-административной экономики, опять же. Поэтому глобальная реформа в мире в ряде всех стран, мы рано или поздно будем видеть в западных странах, там, где сейчас очень сильно и широко развит рынок, он будет прижиматься, он будет зажиматься, опять же. Каким путем? Путем регулирования. Американский рынок уже под прессом находится, под регулированием, уже давно, лет как там 7-8. Сейчас пришло время тотального регулирования страны китайцев, потом придет время тотального регулирования в странах Европы и так далее, там подобное, прям по наклонной. Но это, опять же, один из сценариев выхода из, так сказать, текущих проблем в рамках предстоящего в мире долгового кризиса. Повторяюсь, долгов в мире много. 3,5 квадриллиона долларов. Сумма гигантская. 1,5 квадриллиона долларов приходится на рынок деривативов, бумажных контрактов на золото, серебро, нефть, газ и прочее. Поэтому штормить рано или поздно будет сильно. И поэтому я в который раз говорю, что торгуйте согласно риск-менеджменту, не торгуйте на все деньги на рынке акций. Берегите просто кэш. Вот, например говоря, мои торги, они учитываются в таком формате. Половину, то есть, либо чуть больше, то есть, 50-55% от своего оборотного капитала я лично сейчас держу в фиксированных инструментах фиксированной доходности. Я об этом сделаю прямой эфир в конце декабря, где я расскажу четко, досконально политику, точнее, ход торгов мой на предстоящий год. Что я буду делать, как я это буду делать, как я буду миновать такие риски и очень острые углы. Так как сейчас я вижу, что 20-40 год будет туманом, не так с ним все будет просто, поэтому мне придется все досконально разжевать. То есть, я составлю план, по которому мне, скорее всего, придется идти в дальнейшем. И вам, наверное, тоже, по отношению к вашим капиталам, повторяюсь. В общем и целом, надеюсь, данный видеоролик был для вас максимально полезным. Кто досмотрел до конца, поздравляю вас, вы истинные подписчики наших каналов, группы каналов Биржевик. Ну, а кто не досмотрел, тот не досмотрел. Тут уже дело субъективное, дело правое, дело житейское. На этом все. У нас имеются медиаресурсы в каждом описании под каждым видеороликом. Вот здесь. Первая ссылка – это телеграм-каналы. Телеграм-канал про акции Российской Федерации, США, Китайской Народной Республики, теханализ, валюта и торговые идеи. Телеграм-канал про сырьевой рынок, рынок нефти, газа, золота, серебра, платья, палладия и прочих сырьевых рынков, которые можно торговать на рынке фьючерсов, я имею в виду. Все здесь. Рынок облигаций и рынок банков. То есть, банковские вклады, рынок недвижимости в том числе. Также у нас имеется в контакт-группа и инстаграм-канал. На эти ресурсы подписывайтесь и будьте в курсе всех событий. Да и к тому же, эти же ресурсы имеются в каждом закрепленном сообщении под каждым видеороликом. В третьем пункте – телеграм-канал, в четвертом – инстаграм, в пятом – в контакт-группа. Ну и помните, что мы все обречены на прибыль, лишь время грамотная стратегия – наши главные союзники. Еще раз повторяюсь, помните про риск-менеджмент, помните про то, что всеми деньгами в рынке торговать нельзя, не важно, какой у вас капитал. Будь это миллион, будь это пять миллионов, будь это двадцать пять миллионов, не играет руля. Торговать на все бабки нельзя ни в коем случае, запомните это. Если вы не хотите потом остаться на обочине общества, думайте уже сейчас, какие действия в рынке предпринимать. То есть нужно аккуратничать максимально, потому что большинство из вас не видело тотальных кризисов, не видел тотальных обвалов. Большинство из вас пришло только вот недавно, год назад, и вы видите только бычий рынок. А я публичную деятельность веду уже, публичную, пять лет. На рынке я тоже давно. И я видел два кризиса уже, две рецессии и десятки обвалов. И я понимаю сейчас, пройдя через свой опыт, что нельзя всеми капиталом, то есть всеми капиталом, всеми бабками торговать. Опасно и для здоровья, и опасно для хода торгов и получения потенциальной прибыли в дальнейшем. Вот эти факторы надо учитывать. На этом все. Благодарю за внимание. До свидания.